Сегодня в центральной мечети области Хибаттула Тарази прошел отчет городских и районных имамов. Представители мусульманского духовенства отчитались о выполненных работах по закрепленным направлениям духовного управления мусульман Казахстана. Собрание провел главный имам Жамбулской области Бейбит Мрзагильдеев. На сегодняшний день религия занимает важное место в жизни современного общества и играет значительную роль в формировании моральных принципов и социального единства. В настоящее время в Жамбулской области официально действуют 338 мечетей. Общая численность их сотрудников составляет 463 священнослужителя разного ранга. В отчетной встрече приняли участие главные и наиб имамы мечетей сел, районов и городов области, а также преподаватели духовных учебных заведений всего порядка 270 человек. В будущем мы надеемся улучшить качество работы религиозных служителей. Для этого необходимо следовать требованиям и обмениваться ценным опытом между регионами. Только в этом случае мы сможем научиться чему-то друг у друга и ответственно подходить к общему делу. В ходе встречи было отмечено, что проводится широкомасштабная разъяснительная работа по принципам светского государства – опасности получения религиозной информации из непроверенных источников. Рассматриваются пути предупреждения сомнительных религиозных течений. Большое внимание уделяется пропаганде семейных ценностей и воспитанию подрастающих поколений. Серьезную поддержку получают и сельские имамы. Имамы всех уровней должны рассказывать о своей работе, проделанной за год на собраниях с коллегами и верующими. Также необходимо активизировать работу по пяти направлениям – это просвещение, внутренняя политика, религиозная грамотность и поддержка исконных религиозных традиций нашего народа. Здесь же были награждены победители духовного конкурса, организованного в рамках года «Ислам-добродетельное общество», в котором приняли участие по 10 старейшин от каждого района, которые соревновались по произнесению подготовленных ими тематических благословений, где учитывалось их полное соответствие канонам ислама, исполнительское мастерство речи и даже стиль одежды.